или как персонажа в центр. Возможно, это будет Гэри Виномансер на этот раз. Ещё один забавный факт, мне вот заползу голову, помнится Му очень много и часто брал себе Виномансера на Изи, и он фармил, 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 потом как-то Виномансер выпал из меты, про него все забыли. А здесь, возможно, была разработана комплексная целая стратегия, связанная с Виномансером под главенством Му. Му — её основной разработчик. Может быть, он как-то её усовершенствовал, подогнал под текущую мету, и что-то из этого получится. Но посмотрим. Так. Отличную камеру мы поднастроили. Смотрим, кто и куда отправляется. Зифрик — Нага Сирена. Четвёрочка. Сорвов Веном, Захила, Манга. В двумя ветками. Закуп на фастсик. Будет стоять, видимо, в дуал-линии Сму. Лимб будет стоять в центре. Сакс на топе пока находится. Ну, Виномансера. Закуп похож всё-таки на фармящего персонажа, а именно Кэрри. Снэйкинг. СВГ и МСС. Про Сави Вижн на топе. Также ещё один на Redding с кивартом наблюдаем на центре. Также мы на центре наблюдаем резолюшн, если посмотреть чуть ниже, на эссефе. Помнится, когда-то резолюшн называли одним из самых перспективнейших миддеров СНГ. Это было какое-то древнее-древнее интервью с Дэнди. Попросили его, когда Дэнди ещё был, на пике своей карьеры, на пике, возможно, даже своего личного скилла. Тогда ему задали вопрос, и он вот в первых рядах как раз-таки упомянул о резолюшне. И вот мы видим, как резоль поднимается с каждым годом, он играет всё лучше и лучше, вот только крипа пропустил. Крипа пропустил, и пингует сам на себя. Теряет, теряет хватку. Не старается за всех сил. МСС. МСС ему выручил. Вот, вот что называется команда. Просто пришёл МСС, запустил iShards, и вот они, крипы. Крипы пришли как надо. И резолюша сразу же заданал рейнджевика. Очень красивый велос под носу АД. SVG. Начинает размениваться зифриком. В общем, здесь оракл, на самом деле. Наблюдая за ораклом. Успела я рассмотреть пик комплексити, а у SVG пропустила, как-то упустила из виду оракла. Вот мы видим оракла на пятой позиции. Герокоптер. Хардкэрри. Это Сэф. Сэнд Кинг на топе Снэй Кинг. И ром МСС на таске. Следующим образом. Расстановка по линиям идёт. Запушилась линия на боте тем временем. Всё это идёт в руки к Му. Ну и пока что, пока что, никоим образом не могут в составе таких персонажей, особенно таких персонажей, как Герокоптер и Оракл, напрягать Абаддона. Му их не чувствует. Повесил на себя шилд. Очень агрессивно фармит. А SVG удалось тем временем с крупного нейтрального кемпа ввести крипов. У меня, кстати, даже не всегда получается. Был сделан фраг. Фраг был сделан на центре. В шардах также подстрелил лимб. И это дабл килл для резолюшена. Судя по всему, попыталась Нага прогрессировать. Зифрик пришёл на мид. И как-то не пошло. Резолюшена подстраховывает таск. И это сыграло ему на руку. На топе Чесси. К нему заходят крипы прямо под тавр. Поскольку Сакса пулит. Ну а Сакси не отдадут отпулить здесь Урсу. Соответственно, линия будет очень сильно запушена. Снэйкинг только этого и ждёт. На боте мы видим Абадона. Который, возможно, слишком сильно переагрессировал. Ну и ему ещё не повезло. Столкнулся с SVG, который нашёл дабл дэмж. Дабл дэмж я ещё заметил на боте. Он лежал, SVG за ним сбегал. Вернулся на линию. И поймали Абадона. Итак, резолюшн 8 на 7 у ПКС. 8 на 5 у Лимпа. Но мы понимаем, что был такой момент, что у персонажа и Нага, и Лимп погибали. Вдвоём на центре. Это явно ещё в будущем отразится. Парочка Койлов должна была быть по Лимпу. И он бы сейчас умирал с дальнего, если бы... Один из Шадоу Рейзов. Вот второй. Если бы им резолюшн попал. А он промахнулся. На топе Снэйкинг. Получил второго левела уже. Арспайк. Подкопал Линомайсера. А счастье не переагривает Тавр. И кажется погибает. Да. Просто взрывается под ядом. Продолжает размениваться Снэйкинг с Леоном. Хорошая ли эта идея? По-моему, очень плохая. Пять стиков было. Возможно, хотел сыграть на этом. Но как-то сомнительно все это выглядело. Сделал хорошую муфу. Бил вражеского Кэрри. И после этого перемудрил. Лага Сирена на боте. В АЭС. И любимый его Гира. Остался без маны. Зифрик в итоге выхиливается. Почти на фулл ХП. Хотя, казалось бы. Ораку лучше поразмыслить лишний раз, чем вешать способности. Прежде чем их кастовать, му бежит на базу. Все ресурсы он потратил. Копит на боттл. ТПшку уже себе взял. Но на центре вот эта вот дуал линия не прекращается. МСС просто не отходит ни на шаг от резолюшена. Ну и тем самым постоянно заставляет чувствовать себя вне безопасности ОД. И вообще заставляет максимальный дискомфорт. Лимб третьего левела. СФ четвертого. Но как только получит третьи коилы. То есть любой выход от таска будет заканчиваться тем, что лимб отправляется в таверну. Он все еще качается без Астрала. Астрал это его единственный шанс. Его единственный шанс спастись. Если вдруг что-то пойдет не так. Оба крипа ушли благодаря шадоу-рейзу. Нужно забирать зифрика, поскольку он подставился на дальний коил и минус. Резолюшен кейнг спрей. Очень понятная агрессия со стороны Наги, которая в очередной раз была наказана. Он с каплями возвращается на линию по итогу. С бота Наги растэпешивается. С базы на бот как раз таки. И будет присутствовать здесь. Поскольку на центре, да, кажется, Нага поняла. Каши здесь не сваришь. Отхилец на шайне. МСС и Резолюшен. Перемещается в центр. Обратно стоять вдвоем. Снайкинг. Имеет пятый левел тем временем на топе. Тут СВЖ подзамедленный на боте. У АС выгрызается в Му. У Му имеется Аплосик Шилд. Которую он не спешит тратить. Ну то перегенерация. СФ ее эффектно заданил. В это же время идет агрессия на ОД. Нужен был бы дальний коил, вот только шарды никак не обойти. Никак не обойти, не проехать. Сакс и даже сделал СФТП нафиг с пожарной. Ну вот какая-то дискоординация происходит здесь. Шарды вот близко было. Чуть более удачно легли бы они. И Леон отправился в таверну. Неизбежно. Чистец аквилы. Фрифармит. Продолжает фрифармить. Ну и сказать бы, что у Снэкинга дела плохи. У него все замечательно. Софейна он имеет 16 уже крипов. Плюс фраг. Транквилы. Топорик. Набыл 6. И снова Му бежит разминиваться. В АЭС его напрягает. Ну вот в начале, да, Абадону было ничего не сделать, а сейчас его можно поднапрячь. АВАЭС подстрял под Чеси, под Зифрика. Каким-то образом оказались здесь персонажи, и он сразу же растепешился. Не на базу, ближе к Шрайну. На Шрайне он, судя по всему, ожидает появления СВДЖИ. Ну и судя по всему, Чеси вообще надоел стоять на топе. Пришел на бок линия. Обмазал гелем гирокоптера и прогнал его. Забирает Сир-1. Ну и довольно-таки любопытное решение от Кэривина Майсера. Поскольку на топе явно вышку не забрать, а вот здесь можно над вышкой поработать. Правда, поставляется нага. Нагу забрали. Чеси могут попробовать поставить чуть подаль ворды, чтобы было видно, как перемещается МСС. На центре СФ. СФ нужно сэвить. Всего прежде Сноубол, Резолюшн. И еще, и еще наградили Лархейн Норвум. На развороте Витик опять постревает. Очень каленый, но вроде как уходит. МСС пришлось продать, но зато не продали СФ. Зато СФ через Сноубол спасли. Слушаю я сеточку. В сетке оказался Оракл. Нашел он Виз. И вот на последний какой-то ХТН, 28 хп, так и смог уйти. Смог скрыться от двух саппортов. Монотопия. На боте оставила Линомансера дежурить. Ну и время приключиться на Нетворсы. Посмотреть, как тут обстоят дела. Тут один Нетворс на карте, это СК. Далее за ним впритык следует Виномансер. Взял себе боковой ПТ. В прошлой игре он собирался, по-моему, ПТ-Худ. Ну, точнее, не он Олимп, но по тем же Заветам. Заветам, возможно. Аквила, ПТ. Худ, Форстав. Который потом превратился в Пику. Муд также, неизменно по артефактам, идет в Доминатор. Ну и Сирена Смирена копит на тапочек. В центре мы наблюдаем Лимпа, у которого левел 6 и 1700 Нетворс. По сравнению, конечно, по сравнению с ССФом никаким не идет. Вот у ССФа левел 7. Уже ПТ Аквила. У Резолюшена топ-3 Нетворс. И вражеского мидера он как-то на себе не ощущал. Но все это благодаря МССу. МСС, который просто не покидал ССФ, но чувствовал себя максимально уверенно. Вару Страйк на лоунг раунд от Снэкинга. У Снэкинга уже есть Доминатор. Доминаторный скан. На боте. Геймспрейс, Верджи. Как мы видим. Довольно крупная часть фрагов доставалась именно Ораклу. Что как бы не хорошо, не плохо. Ну и да, YS, SVG и МСС просто-напросто пришли и забрали Виномайсера. Который здесь внизу находился. Совершенно один. Причем он фармил в соло под обсервером у Радиан. Поэтому Вичи понимали, на что идут. Против кого идут. А шли они забирать одного Винника. Одного денешника. Что у ОД? Мы уже смотрели. Это выглядит как бедный родственник. Он даже вынужден был взять себе Каплю. Он сейчас разворачивается. Средний Шадо Рейс. Второй. Далее Резолюжный уже атаку не продолжает. Хотел подловить на дальнем коле Саксу. Но Сакс не подставляется. Он, кстати, пятый с половиной левел. Транквилы. Ну и, в общем-то, ждет свой час. Час расплаты. Потихонечку падает Тир-1 вышка в центре. Здесь находятся четыре персонажа коллектива Вичи Шторм. Засканили местоположение Леона. Саксы Радиан потратили свой скан. Чесит до сих пор находится на боте. Собирает форстав, как мы и предполагали. Ну а СК бродит тут вместе с Хилл Троллем. Тролль Прист. Тоже нападает на здание. Ну и как-то у Вичи Шторм всегда есть некий план на игру. Приблизительно в 12-й минуте, набрав необходимое количество артов, они бегут и забирают объекцию. Постоянно. Если есть возможность Тир-1 забрать, они это делают обязательно. Но опять же делают грамотно. С получением артов и ловелов. Таким образом потихонечку наращиваю преимущество. Вот он Сакса. Сбежал сюда с ДД. Без Вижена с собой. У самого уже. Дайверский обсервер здесь стоит. Еще один обсервер мы наблюдаем тут, у Дайер. Ну и обсервертый хорошее. Вот как реализовать то, что вы видите. Ну, видите вы врага и видите. А как на него напасть? Например, на боте Снэйкинг. 1600 кп. С Доминатором. И уже в Стэше имеется Худ. Четвертый Брот Страйк. Сэнд Шторм. Как поймать? Чем убить? Вопрос на засыпку. Топ толкает УАЭС. Сразу же после Яши и Аквилы будет добирать себя... Сразу же после Аквилы и Фейзов будет добирать себя Яшу. И нападает сейчас на Мулу. По Тенесайл. Те же МСС. Расстреливают с Рокид Баррейджа. Барл Тайм. Активировался у Баратрума. У Баратрума. Ого. Баратрума. Барл Тайм. У Абаддона. Хотелось бы, конечно, видеть здесь Баратрума вместо Абаддона. Игра была бы поактивнее. Но, увы. Комплексы щемят, буквально гонят на базу. Саксы таким образом дополучат шестой. Находясь вместе с Абаддоном здесь. Выбегает на рассветку Мили Крип приручен ему. Но, вроде как, Митч и Шторм отступились. Что и Резолюшн. Резолюшн собирался через Драмы. Да, он взял себе Драмы и далее просто возьмет Блэкинг Бар. Вторым Сатом. Чтобы, видимо, пойти и снести уже здание. Просто зайти на ХГ. Где-то к минуте 23, я думаю, это реально сделать. Му накопил на когти. Оба когти он себе принесет и преобразует ботинки Фейзы. Чесси перемещается на Миде. Форс уже имеет. Лес, к сожалению, занят. Там он фармливает себе артефакты Лимб. На Миде он, к сожалению, с Миде он ничего не вынес. Что, собственно, является основной проблемой комплекции прямо сейчас. И падает Тир-1 вышка на боте. И вот стоит YS. Пока что с Блэйда Фалакрити. Снэйк Кинг. С его набора артефактов. Тут включается еще твой персонажа. SF с травмами. МСС. Таскас Вэджи. Подозревали, что Сакс где-то рядом. Но Ухов и Миссайл поймал. Чесси. Сакс пока что прячется. Вард у Рэддин стоит не совсем там, где хотелось бы. Этот вард не раскрывает местоположение оппонента за табором. Ну и Вичи принимают решение раскинуть смоки. Может быть так они кого-то поймают. Единственное, кто в смоках не захотел путешествовать, это Резолюшн. Потому что очень большой вайф крипов. Как-то жалко на миде подпускать. А прийти в драк он всегда успеет. Ну поскольку в конце концов у него есть драма. Он очень шустрый. Нашли свою цель, кстати, Вичи. И без Резолюшна. Справились с АД. Снэйк Кинг все это время толкает топ. Замяли Нагу. Прямо за Тир-2 вышкой. Ну, Хофф Миссайл она... Собственно, никак задолжить не смогла. Впоследствии ее поймали. Так, есть ли... Есть ведь доминатор у Сэнд Кинга. Через 8 секунд можно будет обратно переманить... Катапульту. Обменять ее. Но СК не стал этим заниматься. В общем, одни из самых коварных деятелей на карте... Это катапульты. Постоянно уводятся куда-то крипы. Где-то они кого-то видят. Где-то служат вардом. Это бесконечный крип-скип. Сэнд Кинг. 1700 хп и пайп. На него нападают. У него кастуют сетку, МПЛ и прочее, прочее, прочее. Благо, под рукой есть SVG. У него фортун сэнд первого левела. Все негативные эффекты он сбросил. Все, что там замедляло и мешало Снэйк Кингу жить. Поэтому он бежит обратно. И пытается фармить ядовитые варды Чеси. На боте, тем временем, будет сейчас огромный вейв крипов. Идти даже больше, чем тот, который был на центре. Сюда же приходит YS. Он вовсе не против. Миди опять же нападение на СК. Есть ультимативный уоракла. Фоспромис. Ну и СК живет. Жив целый орел. В инвиде находился Резолюшн. Не стал подходить ближе к оппоненту. Понимает, что там могли бы быть чужие центры. Поставленные против СК. 18-я минута игры. У Резолюшна. Драмы, ПТ, Аквила и БКБ. У Комплексити из способностей, которые можно вкастовать прямо в БКБ. Из дизейбл, имеется ввиду, да? По сути, это от Инстейр. Можно ловить, можно попробовать поймать, сбить ТП на сплитпуше. А так, больше ничего. И если Нага не успевает оказаться в нужное время в нужном месте, если не находит СФ, вместе с командой, то есть СФ превращается в непримиримую сплитпуш-машину, по сути. СК продолжает в наглую фрамить Багвард. Опять же, за его спиной находится Оракл, поэтому он ничего не боится, ничего не страшится. На боти Му. Собирает медаль. Также он будет вынужден собрать ракету. Принять ее прямо на лицо. Ну, и ему это не наносит никакого графического ущерба. А вот ущерб получает Зифрик, который проходил мимо, который прикрывал Абадоны, но был обнаруженным ССом и Резолюшном. Опять этот наглейший Снэйкинг. Этот Песочный Король. Будет выбирать себе Форстаф, играть, кажется, даже без ДНК, Чесси, отличный шар. Тоже НО, Чесси. Далее ТАСК. Поднимается Сигейн, своя кинут работа на передовой. Воролз Панч. Пове на Майсеру. Минусы на Майсер. ССФ находится 10 секунд на БКБ, но также он был в сетке. И просто простоял в сетке практически фул. Время Букинг Бара. Минусы, революшка, удар. Можешь сместиться на Рошана. И совершенно спокойно его забрать. Потому что из ультимативных был потрачен только Воролз Панч, который через 3 секунды откачивается и колдаун. Так, Вичи, Шторм. И поступают. Также мы помним, что в прошлой драке комплексити вынуждены были прожимать на наги Сонковс и Сайрон. И без сна зайти на Рошана наверное будет самоубийством. Первый показывает Сэму с Драуми и Доминатором. Рошана уже забрали. Изолюшин собирает себе Иис. Му. Му срабатывает Бару Тайм. Чейси. Резолюшин как-то не рискует с Койлами постоянно. Помогает с руки и тут и там. Смолкает на команду. Кого фокусит команду, туда попущусь и Резолюшин. На команду не может зафокусить никого, кроме Леона. Леон таки отправляется в таверну. Шарды не дотягиваются. Резолюшин все еще идет вперед. Укастовывает ультимативную, которая по-моему ни до кого не достает. Но попытка была неплохая. Итак, Лимб только что продал Му. Му спокойно себе убегал на базу. Убегал, 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 убегал. До тех пор, пока его Лимб не спрятал в астрал. Му делает байбэк. И возвращается в игру, возвращается к фарму. Ну и может быть пытается таким образом себя успокоить. Уже не первый байбэк за сегодняшний игровой вечер, скажем так. БКБ, между прочим, как-то вырисовывалось у Гирокоптера. Вот оно уже есть. 22-й. Топ-3 Нетворст Гира. По фарму обгоняет СК и СФ по очевидным причинам потерял Аегис. Резолюшн. У него все еще есть БКБ. И вот он врывается в драку. Он за три тычки свернулся с Акса. И даже Койл от Му не помог. Зифрик выкастовывает сон. Но Резолюшн этот сон не почувствовал и мог вполне передвигаться во сне, поскольку находился под эффектом БКБ. Делает трипл килл. Числи также никуда не уходит. Это Гадлайк плюс ультра килл для Ромы. Рома давит. Рома щемит. У него Шотлбейд. Девять зарядов. Но, вернее, у Оракла продолжает он копить сумасшедшее количество зарядов. Ратаскал медальон. Идут дальше по вышкам. Пока нет Виномансера. Пока нет основного отпушера коллектива комплексити. Это Виномансер с навязчивыми плевками, ядами, вардами, которые естественно замаксили. Таким образом комплексити потеряли Тир-2. 18 тысяч преимущество у Вичи. Джеремшторм на 25-й минуте. Уже 18. 21-2 общий счет, если обратить внимание. Но комплекси не сдаются. СК данную игру играет без блинка. Я начинала об этом говорить. Это будет просто форс. Бупинговывает на ОД и МСС. Говорит давай, давай, Санкинг, начинай. Санкинг выкапывается неудачно, но благодаря этому неудачному подкопу ОД расслабился, развернулся, решил подграться сам и, казалось бы, подстрял. Однако подстревает Таск. На него ОСВИЖИ вынужден потратить субсимативное. Тускар попытка сделать тап-аут, но уже слишком поздно. Я со всем временем апгрейдил себе Шадоублейд в Сильв Рейдж. Что, кстати, повижу, ну, команда Дайер. Вот есть одна сцена тревлиона и, все. Это все, что имеет Дайер под экшеном. А теперь на всякий случай Лимб взял и купил гем. И не только гем, ПТ-пика у него также присутствует. Тут от вышки осталось его ничего от Сир-1, поэтому естественно большой соблазн для Дайера ее забрать. Однако приходит ВАЭС и говорит, нет, ребята, так дела не пойдут. СФ пошел вперед. Однако резолюшен будь аккуратнее, естественно, тебя видя. и далее тоже будут видеть, потому что вот под центром поставили варда, ребята. Синтри. Что всегда рекомендуется делать против инвизоров? Не ленитесь на суппортах, просто ставьте немного вижны. На подходах вот где-то там. и так где-то совершается нападение, нападение совершал резолюшен, совершал нападение на нагу сирену. Нага выживает. Зибрюк уходит на базу. Лимп уже начинает потихоньку прикалываться, просто прячет в астрал Чесси на базе. Скучно ему как-то стало, не пофармить, не подраться. Ну и в каком-то том ожидании Рошана возможно сейчас будет находиться с вичи джерами. Резолюшен продолжает укрепляться по статам. Вы еще так спит, количество здоровья и берет себе драгон лэс. Драгон лэс. И будет преобразовывать его в Хеликен Пайк. Судя по Крикбайм. Леон ни много ни мало оставили в покое. Он там фармил на топе. Вдруг начал стесняться и покинул линию. Но надо сказать начал стесняться вовремя потому что Резолюшен уже шел его в сторону по крайней мере доправлялся и идет до сих пор потому что из выживки следует Леона. Здесь же помимо него находится Таск. Делают фраги сразу же иззая смок и идут реализовывать СФ по полному по полному потому что СФ очень силен. Он топ-1 Нетверс и не опережает остальных своих оппонентов да и тоже союзников на добрые четыре она теряет семь тысяч по золоту. Его билд подразумевает файтер. И вот он СФ на этот раз охота за Нага сиреной рядом находится МСС ну и все получилось. Тут Сноубол три точных койла и СФ на коне. Игрокоптера появилась к 29 минуте манта. Далее планирую привести себе бабочку. Врашпите пока ко мне головы не появился. Но боти толкает линию фиолетовую и это Resolution. Продолжаю наращивать свой Нетверс у Таска Солар. Кстати о Бутерфлайе если всему эссерд не отказался бы. Завязывается драка Ауаиск ничего не боится дайвит за с аксой с аксой получает шилд от Абадона и спасает ему жизнь. Resolution вывези скрывается веномайсеру и Resolution сразу без пятого астрал пытается преградить путь Шардами так подкопался эсска подкопался под пейси в итоге зифрик вынужден прожать песню только за тем чтобы спасти веномайсера где с веномайсера и Джереми Шторм могут реально все таки закончить они очень хотят подраться подкопался и с и и с и с и с добиваясь коллективная Одет без байбека в том числе, таким образом может потерять даже две стороны, отсутствие абаддона на 50 секунд может оказаться, как и смерть иномайнсера. У него есть байбек, но он в таверне на 46 секунд, если его не делает. А что с артефактом? Тарстлав пайп. Падает вторая сторона, но комплексы опять же не спешат сдаваться, несмотря на то, что общий счет 29 на 3 и преимущество у Виши Джерми уже переваривает за 28 секунд. Ну а про экспириенс я даже уже и не упоминаю. Гравны поступают, конечно, и Сакс, и Линд сначала они Избавились от ракеты, потом уже напали на Сэнфинга. Вот так, крайне-крайне сейчас здорово одетый. На нем есть еще и Лотус Орб. На бот несут с религией Наги, будут пытаться пушить за счет Эптайда. У Наги, кстати, гем. Что хорошо будет работать теперь через Алюшина и против СКА. Покупает, надо себе, книжку. Лизович, он как-то не заметил, что у него развалилась здесь Панатир-2. И она упала просто от камня Катапульта, не сказать, что от рук Катапульта. Выход Смакаха от той-другой команды. Лиону не повезло столкнуться с СФом. Он так вставали по изумнову. Лиона, кажется, не добились ли по всему. Песнякинг тоже не смог что-то сделать. Взря ему поручили, если поручали. Абадон устревает с 4-го героя ровно так же. И погибает. УАС и Китсик. Однако, оба Букинг-бара были потрачены. Что у СФ, что у Герокоптера. Поэтому, может быть, драться не самое лучшее решение сейчас для вещей. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Давайте смотреть. После сна Зитрик. Да. Лион должен был дать стан по 4-м, по-моему. Но всё оказалось не по таймингу. И, ну, сорвался. Написал, Лиона. Ну что ж, таким образом, данная встреча заканчивается со счетом 2-0. Пользуюсь еще Джореми Шторм. В рамках своего региона эти квалификации ВИЧи проходят успешно. С чем я и хочу Рому отдельно поздравить. Ну, а у нас... Что у нас? Стоп, 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 стоп. Это почему я так 2-0 им присудила? Это всего лишь первая карта. Мне казалось, что всё. Они просто раскатали уже 2 по 20. Нет, ничего подобного. 34 на 3 общий счет. И это лишь первая карта. И, скорее всего, комплексите придется помучиться еще. Сейчас я посмотрю. Да. Поэтому вторую карту мы посмотрим. Где-то через 5 минут всё происходит без задержек. Карты идут плотно. И параллельно, кстати, на первом ПГЛ канале, без цифр, идёт матч из GG Immortals, который тоже можно будет пронаблюдать. И на других частах, если представьте осуществление их в культе, и лице вы готовите на сцену. Но с выходом добавьте их в культе, и положите к себе зупору. И наokсокии, оно не будет пронаблюдать. Он проходит в культе, для всех, и в культе, и их глины, в культе. Вот точно так не может быть. И если это не точнее.